МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После карантина зарплаты станет меньше, а вот безработных станет больше. Так думают многие. Так какие же меры должны предприниматься, чтобы люди и бизнес выжили в условиях падения тенге и в режиме чрезвычайного положения? Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас в гостях заместитель руководителя управления координацией занятости социальных программ Алматинской области Бахат Тухтарана Жахсабаева. Также исполняющий обязанности директора центра занятости города Талдокурган Жанат Ержанович Медитбеков. Здравствуйте. Давайте начнем с того, желающих стать на учет, как безработные становятся больше в связи с карантином. На сегодня в Алматинской области, в целом, если взять, то у нас массы такого высвобождения работников нет. Постепенно люди обращаются за работой, но высвобождения в крупных, средних предприятиях нет. Есть обращения, но есть приостановки частичные, есть выход работников в отпуска без содержания. Если взять на сегодняшнюю дату, то в 1539 предприятиях у нас, где работает 13 407 человек, в отпуска без сохранения зарплаты отправлено 10 685 человек. Но они временно в отпусках без сохранения заработной платы. А насчет высвобождения. То у нас с начала текущего года всего по высвобождению зарегистрировано 155 человек. Из них, в связи с сокращением штата, это в основном связано с оптимизацией производства, сокращением фериалов 111 человек. То есть такого массового высвобождения нет. Но есть люди, сейчас стараются найти работу, найти работу по душе, и чтобы зарплата была соответствующая. И в связи с этим у нас для того, чтобы снизить количество безработных, обеспечить занятость населения, реализуется дорожная карта. Уже началась эта реализация. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы вот именно по дорожной карте занятости и по другим, звоните в нашу студию по телефону 400109, код города 87282. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы, правда, письменно. Голосовые сообщения мы в студии озвучить не сможем. Поэтому пишите ваши вопросы, мы озвучим и вам ответят. Звоните. Вот давайте остановимся на дорожной карте занятостей. У нас каждый год вот карта работает по занятости, мы знаем, освещаем, показывали и так далее. Но чем отличается эта дорожная карта, которая будет работать после карантина? Ну, чем отличается, я хотела бы сказать, что у нас с 2017 года по области реализуется программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Это ЕМБЕК-программа. Она рассчитана на 2017-2020 годы. По программе ЕМБЕК ежегодно у нас идет охват активными мерами занятости, предоставление кредитов, грантов, трудоустройства и так далее. Вместе с тем, вот эта программа дорожная карта занятостей на 20-21, она принята в этом году впервые. Это сделано в соответствии с поручением президента Республики Казахстан в целях реализации антикризисных мер и обеспечения занятости населения, связанной с введением чревечайного положения. Какие цели? Самая дорожная карта, она утверждена распоряжением премьер-министра 55-27 марта текущего года. Основные цели. Для чего направлена она? Для того, чтобы, как я сказала, обеспечить занятость населения в этот такой трудный момент и допущение уровня безработицы. Создание дополнительных рабочих мест и обеспечение доходов населения. Создание условий для развития инфраструктуры населенных пунктов, чтобы улучшить инфраструктуру, создать условия для людей, в особенности в сельской местности, где будут реализовываться эти проекты. Давайте сразу ответим на вопрос телезрителя. Вот поступила я, живу в Талдокургане, работаю в Сулпаке, но вот с 15 марта нас отправили, нас сразу уволили, попросили нас уволиться. И вот теперь обратно нас примут, не примут, они говорят, не знают. В связи с этим, что им нужно делать? Дождаться, чтобы узнать, руководство, например, этой фирмы, примут их или не примут, а потом только идти к вам и зарегистрироваться? Или же сейчас он может подавать заявление? Нет, сейчас в данное время, во время карантина, сами знаете, электронный, проходим на электронную услугу, госуслугу тоже самое. В этот человек можете обратиться через ЕГОВ, в этот центр занятости города Талдокурган. Через ЕГОВ можно заявку оставлять, потом рассматриваем, подходящая работа будет. Мы сразу обеспечиваем работу или что-то. И насчет обучения в дальнейшем будем сами работать. Ага, и обучение может быть. Ну, смотрите, вот этот человек... Я хочу дополнить, я хочу, если возможности, дополнить. Если человека сократили, он работал, за него работодатель делал все отчисления, как положено, пенсионы, социальное страхование и так далее, да? Если у него есть отчисления, он может обратиться в центр занятости за оказанием композитных услуг. Что это такое? То есть его уволили, он имеет право получить социальную помощь на выплату на случай потери работы. Это он уволился, его уволили, да? Он теперь может в течение шести месяцев его получать. Для этого он обращается, его ставят как лицо еще работы через три дня. В условиях чрезвычайного положения в течение трех дней присваивается статус безработного. После того, как ему статус присвоит безработного, его документы он может направить на социальную выплату по потере работы. 40% от средней заработной платы ему будет обеспечено. Но в тот момент, когда он уже обратился к вам, уже зарегистрировался, уже по вот эти социальные выплаты он готов получать. В этот момент, если его примут на работе у себя, где он работал раньше, если его примут туда, как надо действовать дальше? Не повлияет это на его дальнейшую историю работы? Нет, человека позвали на работу, его опять принимают на работу. Значит, он не будет только от выплаты на случай потери, он уже покажется его, если автоматически, он его возьмут на работу, то в базе данных, согласно приказу на него, заносится сведение, и он считается трудоустроенным. С этого момента прекращается выплата его на случай потери работы. Вот этот вопрос, между прочим, волнует многих, и вот очень много вопросов поступало именно те, которые оставались без работы, которых уволили, именно они волновались из-за этого. Вдруг это повлияет на нашу дальнейшую судьбу, как говорится. Сейчас я хотела бы запомнить, в связи с тем, что у нас червячайное положение, надо обратиться через ЕГОВ, то есть он может, сидя у себя дома на компьютере, через ЕГОВ выбрать, портал ЕГОВ же есть, через него выбирается сервис трудоустройства, и лицо ищет работу. И через три дня, если не находит подходящей работы, его региструют как безработный. То есть он может все это через информационные системы оформиться. В качестве безработного. Не выходя из дома. Не выходя из дома, да. Как сейчас работает у вас интернет именно вот? У нас и... Обращения были? Сейчас вы, наверное, наверняка работаете. У вас центр занятости? Нет, обращения есть, конечно, через электроны все поступают. Сейчас в данное время мы удаленно работаем во время карантина. Обращения есть. На сегодняшний день около 1200 человек через электроны обратились во время безработицы, по потере работы. В дальнейшем... То есть возможности есть, конечно. Возможности есть, конечно. Давайте, есть телефонный звонок, давайте ответим, потом продолжим. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу вот, который 42 500. Я по потере карниса получаю пенсию на обочисть. 25 тысячки есть. Сейчас я осталась без работы, не вылезная. И мне пришло отказ. Спасибо. Ну, придется разъяснить. Этих вопросов и здесь очень много. Да, сейчас это такой актуальный вопрос. Насчет... Это социальные выплаты по потере дохода. Сейчас вы спрашиваете. А порядок его утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты номер 110 от 26 марта. В него 3-4 раза вносились изменения для того, чтобы она была доступна всем людям. Но в данном случае она же как бы без работы, да? Как я поняла. Она в отпуске или самостоятельно, вот здесь что-то не раскрыто. Не раскрыто. Если человек является самозанятым, получателем ЕСП, то он должен, самозанятым, он сперва должен оплатить ЕСП или единый совокупный платеж. И потом уже обращаться за назначением социальной выплаты по потере дохода. В предыдущем мы рассматривали по потере работы. То есть это две разные вещи. Если у них такие вопросы возникают, вот много поступает вопросов, говорят нам отказали, нам не дают, что надо дальше делать, куда нужно обратиться. Мы каждый раз на своих прямых эфирах поднимаем этот вопрос, каждый раз стараемся ответить. Ответьте, пожалуйста, куда надо обратиться, чтобы узнать, почему ему отказали. Если это физические лица, то есть платежи СП, индивидуальные предприниматели, то есть если это физическое лицо обращается, оно идет прямо в документы, непосредственно поступает НАУА, правительство для граждан, то есть ГЦВП. Она же в составе этого НАУА, правительство для граждан, где рассматривается, составляется электронный макет дел и отправляется в государственный фонд социального страхования. У нас есть филиал государственного фонда социального страхования. Там уже рассматривается и назначается, либо отказывается. Вот эти социальные выплаты по потере дохода, она непосредственно выплачивается из фонда социального страхования. Ниоткуда-нибудь из фонда, государственного фонда социального страхования. Поэтому основное, если есть отказ, то она идет из фонда социального страхования. Непосредственно надо обращаться туда. Куда обратиться? Телефоны у вас есть, куда нужно обратиться? Коук-центр мы давали. Да, да, коук-центр давали, и некоторые вопросы. Если вопросы будут, можете вот этот mail enbig.kz, совачка-майл.ru, можете написать туда свое мнение или подходящие вопросы. Enbig называется. Да, тоже можно туда зайти и обратиться. Я прошу наших телезрителей, если у вас на экранах стоит номер WhatsApp-мессенджер, просим на этот номер не звонить. По нему вы можете только написать и отправить свои вопросы. Мы здесь озвучим. Если хотите позвонить, вы звоните по телефону 40 0109, код города 87282. Коук-центр именно по социальным выплатам, я хотела бы сказать, 404 404. Вот тоже мы говорили, этот колл-центр работает на сегодня, и там могут вас проконсультировать. Можете обращаться. Есть еще один телефонный звонок, давайте ответим. Говорите. 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 Вот из-за того, что люди не могут получить ответ, звонят нам. Поэтому прокомментируйте, пожалуйста. Если было одобрение, да, если был одобрен, но выплаты нет. Здесь в последнем правилах были внесены изменения 15 апреля, где говорится, что если человек назначен, но у него неправильно указан банковский счет в этом заявлении, и они не могут его отправить, тогда выплатной центр, сейчас этот, науа, правительство для граждан, она там остается, вот это назначение стоит, и ждут, пока тот человек, который отправился, ему назначено, он увидит, что у него, ему приходит сообщение, должно прийти сообщение, в связи с тем, что у вас неправильно указан номер банковской карточки, просим вас это предоставить его. Тогда гражданин, вот этот, который подавал заявление, он должен обратиться непосредственно науа. Сейчас те люди, которые по каким-то мотивам не знают, тогда могут обратиться в науа, правительство для граждан, и получить там ответ. Потому что электронный макет дел формируется там, и они видят уже, кому назначено, кому нет. Кроме социальных выплат, вы можете, дорогие телезрители, узнать о дорожной карте занятости, по которой можно устроиться, найти новую работу. Есть телефонный звонок, давайте ответим и продолжим по дорожной карте. Говорите. Говорите. Солим, я же так. Продолжение следует... 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 кто и горит желанием работать, у него всегда эта работа будет. Заработная плата у нас планируется на этих проектах не менее 85 тысяч. Не менее? Да. Кроме того, будет ли у него, если после этого, после как закончатся эти проекты, например, он будет иметь право также участвовать в других активных мерах, как я уже сказала в программе Инбек. То есть он может также зарегистрироваться безработным после этого, получить грант безвозмездный, либо кредит, открыть свое дело. Все возможности для этого есть. Это вот в Палматинской области. А вот Талдыкурганцы где могут найти работу? В каких сферах? По городу Талдыкурган у нас тоже планируется. У нас по дорожной карте 33 проекта в данное время участвуют. И планируется 989 рабочих мест. Из них половина через центр занятости планируем. Работодателем или работником, еще работником можно трудоустроиться. Из них половина, вот 495 человек через нас спрашивает. 50%, как говорится. Из них вот это, например, строительство в средней школе в Антамак на 1200 мест. Вот планируется вот в этом году. И дальнейший капитальный ремонт здания средней школы 23 и так далее. Вот жилищный ремонт хозяйства, коммунальное хозяйство, дорожный. Вот 33 проекта в дальнейшем направляем. Вообще, в целом, при реализации вот этих 977 проектов у нас будет создано, должно быть создано, планируется это создание, более 20 900 рабочих мест. Из них через центры занятости пойдут на эти работы 50% или 10 500 человек в целом по области. И вы можете, вот, например, уверенно сказать, что после карантина уровень безработицы не повысится? Да. Вот благодаря этой дорожной карте. Но, однако, люди в основном не желают работать на таких трудных, на строительстве. Ну, спроса меньше получается. Когда мы интересовались, узнавали. Да, конечно, у нас со стороны государства принимаются все меры, чтобы не допустить роста безработицы. Поэтому и дорожная карта занятости будет способствовать этому. Кроме того, у нас, как я говорила, по области реализуется программа развития продуктивной занятости и массового предпринимателя Ленинбек. В текущем году планируется программа охватить 40 400 человек. Представляете, на эти цели, на программу Ленинбек выделено более 18 миллиардов. То есть здесь, если человек не хочет на этой дорожной карте работать, например, на этих проектах, на строительстве, но у него есть возможности использовать инструменты программы Ленинбек. Получить грант, например, безвозмездный. Или же микрокредит под 6%. Либо же на активные меры пойти на общественную работу. У нас на общественную работу сейчас мы по 85 тысяч тоже общественной работы. Заплата. Социальные рабочие места есть. Молодежная практика. То есть здесь тоже есть большой механизм, который будет способствовать снижению уровня безработицы. И мы не ожидаем, что будет такой рост уровня безработицы. Она для этого предпринимается все меры. Желающие найдут работу. Конечно, все желающие могут. На сегодня поступают заявления, вот вы же говорили по электронной, по ЕГОВ, да, или по КУМИК. По каким этим нужно обратиться к вам, чтобы уже зарегистрироваться и дальше после окончания карантина уже знать, что у него будет работа? Нет, если заявку оставлять через ЕГОВ, мы сразу через компьютер рассматриваем и созвонимся с человеком. И куда он хочет, куда обратиться, что хочет человек. В дальнейшем работать хочет, либо обучаться хочет, либо вам свое дело открыть. Вот так далее. Консульсацию даем за выборы человеком, если честно каждый. Если хочет работать, конечно, в дальнейшем через ДКЗ можно, через трудоустройство. По всем этим можно будет обратиться и устроиться на работу. Дорогие телезрители, ну, чтобы не ждать, когда вам выдадут соцвыплату, лучше уже сейчас примите меры и постарайтесь найти работу вот через дорожную карту занятости. К сожалению, время нашей программы стекло. Мы вас благодарим, что нашли время, ответили на вопросы наших телезрителей. А мы, дорогие телезрители, мы с вами встретимся в понедельник в 16.00. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok